МЧС прогнозирует масштабные паводки в Казахстане среди причин большое количество осадков и промерзшая почва. В зоне потопления могут оказаться 255 населенных пунктов. Сотни грузовых казахстанских фург все еще остаются на границе Польши, а наши предприниматели несут миллиардные убытки. Почему не пропускали грузы и как повлияли на это санкции? В октябре продолжаются судебные разбирательства по нашумевшему делу о финансовых пирамидах. 17 тысяч потерпевших пытаются вернуть свое имущество. МЧС прогнозирует масштабные паводки в Казахстане. Об этом рассказал министр по чрезвычайным ситуациям Юрий Ильин. Среди причин большое количество осадков и промерзшая почва. В зоне потопления могут оказаться 255 населенных пунктов. Каждую весну последние 10 лет часть Казахстана заливает большая вода. Но власти реагируют поздно. И теперь снова большинство регионов страны под угрозой подтопления. Всему виной снег, которого в этом году выпало больше, чем обычно. 13 регионов Казахстана в зоне высокого риска паводков. В зоне риска подтопления остается 255 населенных пунктов. А это более 127 тысяч домов и свыше 700 тысяч граждан. Во многом, еще раз говорю, зависит от того, как будет производиться регулирование наполнения водохранилища. Это раз. Во-вторых, многие факторы, которые влияют на интенсивность снеготаяния, это являются влагозапасы, которые есть. И сейчас влагозапасы продолжаются накопления, в частности, на территории Западно-Казахстанской, Актюбинской областей. Поэтому многие эти факторы как раз и будут говорить о том, что какая придет вода. Правительство и руководители центральных и местных исполнительных органов каждый год говорят о принимаемых системных мерах по обеспечению водной безопасности страны. Но каждую весну ситуация повторяется. Хазлагашская и Кокпетинская трагедии нас ничему не научили. В зоне риска пока находится более 255, но это не говорит о том, что они будут именно все подтоплены. В год в бюджет закладывают около 40 миллиардов тенге или 87 миллионов долларов на ЧАЭС. Далее выделяются деньги за счет местных бюджетов. Также всегда привлекают бизнесменов и меценатов. Но за скот и мебель редко выплачивают компенсацию. Пауржан Шахмет Ахмедяр Ильясов, Столичное бюро, ТДК-42. Сотни грузовых казахстанских фур все еще остаются на границе Польши. А наши предприниматели несут миллиардные убытки. При этом со стороны Казахстана уже направлены ноты о необходимости снятия ограничений для отечественных перевозок. Почему не пропускали грузы и как повлияли на это санкции? Все подробности в сюжете. А я сейчас вам покажу, откуда на Беларусь готовилось нападение. Вот еще куда пригодится знаменитое выражение. И тут, вопреки километровым пробкам, происходит встречное движение. Вначале Польша приостановила работу пропускного пункта Боровники в ответ на приговор известному журналисту и активисту Союза поляков Беларуси за призыв ввести против нее санкции. А затем Минск уже через несколько дней ограничил передвижение фур, имеющих польскую регистрацию. И несмотря на забавное название, пост Кукурыки остался единственным, через который можно проехать. Тут под замес попали наши предприниматели. Казахстанские фуры застряли на польской границе еще неделю назад. И на данный момент они все еще там. И вот что говорят и в палате предпринимателей от Амикен. На вчерашний день был сформирован список из 407 транспортных компаний Казахстана, которые находились на территории Польши. Их сейчас в рамках договоренности между полномочными органами по вопросам транспорта между Казахстаном и Литвой есть договоренность, что данные автомашины проследуют через Литовскую республику для выезда из Евросоюза. При этом около ста автотранспортных средств уже выехало с территории Евросоюза и направляется на родину. Более 300 автомобилей все еще в Польше и в Литве из-за больших очередей на пунктах пропуска. К слову, наше посольство проводит переговоры с польскими уполномоченными органами, чтобы снять ограничения для наших перевозчиков, чтобы казахстанцы могли проехать. Есть еще тут усилия Мининдустрии. Свой большой вклад вносит и Атамикен. Учитывая, что данный участок является исторически удобным и является прямым сухопутным маршрутом для заезда в Европу и из Европы везти грузы в Казахстан. Учитывая высокий товарооборот между Казахстаном и европейскими странами, это порядка 43 миллиардов долларов за прошлый год. Из Казахстана в европейские страны это порядка 35 миллиардов долларов. И импорт из стран Евросоюза в Казахстан это порядка 8 миллиардов долларов. А еще мы являемся транзитниками и перевозим китайские грузы в Евросоюз. И данное направление самое выгодное и удобное. Другие затратные и более сложные. И еще семь месяцев назад поляки возвели пятиметровую стену на границе с Белоруссией. Ну а касательно сегодняшних событий, то Лукашенко почему-то стало обидно за Казахстан. Ну что ж вы отсекаете тех, кто вас кормит. Казахстан сегодня, особенно когда ввели санкции против углеводородов России, обеспечивает Европу углеводородами, особенно нефтью. Зачем же вы их вырубили? Надо же было показать, что они тут за американцев воюют и готовы на все. И себе в голову выстрелить. Такое выражение, как форс-мажор, применимое к случаям вроде польского. Его хотят использовать в палате, и это будет предоставление специального свидетельства. Тем более в данном случае бизнес попал в непредвиденные обстоятельства, и сорвались контракты и сроки. Это именно по тому случаю, который настал именно на момент 21 февраля. Данное свидетельство позволит снять административные штрафы за невыполнение условий в срок. В рамках данного сертификата возможно отмена штрафных санкций и попадание в черных список, как неблагонадежного поставщика или перевозчика. Пока данный вопрос изучается. Гульнару Марова, Олег Писаренко, ТДК-42. Менее 20% граждан охвачены программами скрининга. Для выявления злокачественных новообразований на ранних стадиях необходимо предложить более эффективные методы диагностики. Об этом заявил премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов. А министр здравоохранения Жаргинят полагает, что люди не проходят скрининги, потому что пренебрегают профилактикой. Часть казахстанцев не обращается к врачам для решения проблем со здоровьем. Основные причины – игнорирование скрининга, отсутствие жалоб, нехватка времени и неудобный график работы поликлиник. Откладывание визита к врачу может стать для вас рулеткой, говорят врачи. Либо симптомы пройдут, или же наоборот возникнут необратимые осложнения. Этими осложнениями могут быть переход в хроническую форму, поражение различных групп органов, появление неотложных состояний. Есть люди, которые предпочитают прислушиваться скорее к советам окружающих и информации в интернете, чем к рекомендациям специалистов. Хотя в западных странах принято регулярно обследоваться, в частности на онкологию. Менее 20% граждан охвачены программами скрининга. Это очень низкий показатель, поэтому Министерству здравоохранения необходимо расширить целевые группы и программы профилактического осмотра, особенно по онкозаболеваниям. Надо убедить людей быть более внимательным к своему здоровью, регулярно проходить соответствующие анализы и обследования. По мнению экспертов, причины проблемы в том, что работодатели не любят отпускать сотрудников на медобследования, а также в недостаточном доверии к местному здравоохранению, стереотипах, например, что мужчинам стыдно болеть и ощущение, что запаса здоровья хватит надолго. Это негативно сказывается на самочувствии и трудоспособности людей, а порой и вовсе заканчиваются серьезными проблемами. В последние годы появилось такое явление, как ЧК, где на томографии вам обследуют сразу несколько органов, но стоит это очень дорого. Так, в клинике управделами президента столицы чекап стоит полмиллиона тенгент. Но скрининги бесплатные. К сожалению, несмотря что уже десятилетиями мы внедрили скрининговые исследования, население на бесплатный скрининг не хочет. Вот такое отношение может, думаю, здоровье. Вот мы идем, когда что-то болит. Усугубляет ситуацию то, что люди работают по ненормированному графику, нерегулярно питаются или употребляют вредную пищу. Часть граждан постоянно испытывают стрессы, подвержены вредным привычкам и пренебрегают занятия спортом. Жители сел по сравнению с городским населением реже проходят регулярные медобследования. По данным из открытых источников, несмотря на то, что на селе экология лучше, люди в городах живут дольше. Именно благодаря профилактике. Министр индустрии и инфраструктурного развития Марат Карабаев сообщил, что на строительство ЛРТ выделяется 50 миллиардов тенге. Часть средств пойдет на закуп вагонов. В столице большие пробки. ЛРТ, возможно, решит эту проблему, конечно, частично. Но для завершения проекта нужны деньги. Жестко раскритикованный президентом страны, затянувшееся строительство обещает завершить. ЛРТ – это дорога от аэропорта до вокзала. Реализовать проект не могут на протяжении нескольких лет. После трехлетнего простоя стройка вроде бы возобновилась. Подрядные компании китайские. В 2011 году планировалось три линии общей протяженностью 42 километра. Но на строительство ЛРТ снова не хватает денег. Поэтому дорогу сократили до 22 километров. Другими словами, от первоначального проекта путь сократили наполовину. Сократили остановочные станции, подвижной состав и даже подземные переходы. Экономия средств составит 1,2 миллиарда долларов. Главная причина того, что ЛРТ никак не могут закончить – это отсутствие денег. ЛРТ будет достроен. В текущем году соответствующие средства тоже предусмотрены. В этом году, если я не ошибаюсь, мы выделяем как оператор 50 миллиардов тенге на продолжение строительства ЛРТ. Теперь это строительство мы с Атиматом города обсуждали. В первую очередь работа начнется со стороны аэропорта. То есть там работа будет продолжена. И часть средств будут направлены на то, чтобы авансировать выкуп вагонов. Как отмечал президент Тукаев, есть риск, что неокупаемый проект повлечет постоянное получение субсидий и ляжет бременем на государство. В Акимате столицы признаются – по окупаемости во всем мире общественный транспорт субсидируется. Не будет исключением и наземное метро в столице. Но в чем же преимущество ЛРТ? Скорость движения легкорельцевого транспорта будет значительно выше, чем в автобусах. С ростом пассажиропотока всегда будет техническая возможность открыть дополнительные станции, уверяет в Акимате. А стоимость проезда, обещают чиновники, не будет слишком высокой. Бауржанши Ахмет Ахмедяр Ильясов, столичное бюро ТДК-42. Процент изношенности электросетей в Западно-Казахстанской области практически не снижается. Сегодня на балансе ТО «Запказ РЭК» находится порядка 20 тысяч километров электросетей. Из них порядка 16 тысяч километров в аварийном состоянии, что составляет 82%. Какие меры необходимо принять, чтобы улучшить ситуацию, рассказали в ТО «Запказ РЭК». Сегодня на балансе ТО «Запказ РЭК» находится 20 тысяч 305 километров электросетей. Износ составляет 82%. В сравнении с прошлым годом процент изношенности снизился лишь на 0,15%. С каждым месяцем аварийных линий электропередач становится все больше. Чтобы перебить увеличивающийся процент изношенности электросетей, не менее 10% от них каждый год необходимо ремонтировать. Чтобы прирост был, износ снизить надо не менее 10% электрической сети мы должны производить реконструкцию, ремонт капитальный. Так как средства у нас позволяют просто на где-то 1,5-1% даже ремонт провести. В прошлом году на проведение ремонтных работ было выделено 707 миллионов тенге. На эти средства отремонтировали 2,5 километра электросетей. В текущем году на ремонтные работы предусмотрено свыше 800 миллионов. По замене линии электропередач с помощью управления энергетикой разработано 12 проектов. На эти цели предусмотрено порядка 20 миллиардов тенге. Проект уже готовый, все прошли экспертизу, ждем финансирования. Первый этап с 20 миллиардов, миллиардов 7, наверное, плюс вот эти, которые 1,5 миллиарда, плюс еще там миллиард 5, возможно выделить. И тогда до конца года мы, если 7 миллиардов, это третья часть от 20 тысяч километров, тогда где-то около 7 тысяч километров мы обновим. Это даст процент, где-то процентов 5-7 процентов износов еще снизим. Самая тяжелая ситуация сегодня наблюдается в Женгалинском и Чингерлаусском районах. Если не увеличить объем работ по замене электросетей, уже совсем скоро это может привести к масштабным авариям. Тем временем стоит отметить, что в 2021 году АОЗАП Казрек было переведено в собственность Акимата. Марина Горбук, Наруан Кунашев, Особик Абегинов, ТДК-42. 10 лет тюрьмы получил житель Уральска за убийство мужчины. В специализированном межрайонном суде по уголовным делам осужденный признал свою вину частично и сообщил, что не собирался убивать знакомого, а просто защищался с применением ножа. Подробности в сюжете. На суде Ахметов дал показания, что не собирался убивать своего знакомого, а только защищался. При этом суд установил, что вина осужденного в умышленном причинении смерти погибшему подтверждается его показаниями, заключениями судебно-медицинской экспертизы, показаниями свидетелей и другими материалами уголовного дела. В суде сообщили, что Ахметов и Тасанов распивали спиртные напитки. Повздорили в результате чего осужденный нанес множественные ножевые ранения в области груди и живота Тасанову, отчего последний скончался на месте. При назначении наказания суд, учитывая характер и степень общественной опасности преступления, личность виновного, смягчающие и отягчающие обстоятельства, назначил 10 лет лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности. Присутствующие в суде родственники погибшего мужчины сообщили, что приговором удовлетворены и не собираются подавать на апелляцию. Они простили убийцу своего родного человека, сообщил брат погибшего. Мой брат 1992 года рождения. Своей семьи у него не было. Мы простили Ахметова. Суд назначил 10 лет заключения. И мы, согласно с приговором, на апелляцию подавать не будем. Отметим, что приговор не вступил в законную силу. Сергей Уланов, Айбуладж Гапар, Александр Гарабарев, ТДК-42. В октябре продолжаются судебные разбирательства по нашумевшему делу о финпирамидах. Основатели сразу четырех компаний, это Гаран-24 Ломбард, Выгодные займы, Стэт Ломбард и Нурали Капитал, которых осудили на сроки от 6 до 18 лет лишения свободы, подали апелляцию. Потерпевшие, а их 17 тысяч, пытаются вернуть свое имущество. Однако новые владельцы заявили, что ничего об аферах не знали и машины выкупили на законных основаниях. В ситуации разбиралась Лейла Уесова. В специализированном межрайонном суде по уголовным делам сейчас идет рассмотрение апелляции по громкому делу о финпирамидах. Со дня оглашения приговора прошло уже полгода, но судьба вещественных доказательств и гражданских исков от обманутых вкладчиков до сих пор не решена. Ни денег, ни машин. Три года жертвы скандальной финпирамиды пытаются вернуть свое имущество, которое уже успели перепродать другим. В момент сумма, где-то рыночная была, 3,5 миллиона была. Мне предложили 2,8 миллиона. То, что они знали, то, что мне деньги срочно нужны были. В течение двух недель ломбард закрылся, со мной никто не связался. Потому что я свою автомашину сам ушел по страховку. Я являюсь владельцем. Машину не могу забрать. Она стоит в аресте. Она в одном поселке на южном, в Чумпенте находится, в Туркестанской области. Таких потерпевших, как Дархан Ешанов, 17 тысяч по всему Казахстану. Новые владельцы проходят по этому делу как свидетели. Хотя считают, что тоже пострадали от рук мошенников. Говорят, объявления находили на популярных сайтах. Товар привлекал своей ценой и качеством. Алексей Пупыкин купил внедорожник почти за 2 миллиона. И даже предположить не мог, что авто окажется под арестом. Оформили через 5 сон. То есть никаких напоминаний ломбард или еще что-то не было. Три года с лишним уже время проходит. Мы не можем полноценно распоряжаться своим имуществом. Сейчас суд вынес приговор именно по выгодному депозиту, чтобы вернуть первым хозяевам. Ну, как-то не очень охота отдавать свое имущество, которое куплено были за честные деньги. Всего следствие конфисковало у подсудимых 54 объекта имущества. Среди них частные дома, квартиры, автомобили. Что будет с арестованным транспортом, еще неизвестно. Судьба вещественных доказательств по данному делу разрешена судом первой инстанции в соответствии с нормами действующего законодательства. На данный момент приговор не вступил в законную силу и находится на стадии апелляционного рассмотрения. Спор должен был решиться в гражданском суде, но прокуроры внесли протест, согласно которому все имущество необходимо вернуть прежним владельцам. Теперь стороны ждут вердикта апелляционной коллегии. В Уральске пенсионеры силовых структур вышли на митинг. Митингующие собрались у памятника славной дочери казахского народа с требованием повышения размера пенсии. Своё обращение они адресовали президенту Казахстана Тукаеву. Чем именно недовольны собравшиеся, узнаем в следующем сюжете. Пенсионеры силовых структур организовали мирный митинг у памятника славной дочери казахского народа. В своем требовании, обращенном президенту республики, собравшиеся выразили недовольство размером пенсии. Все они на заслуженном отдыхе с 2016 года. Митингующие возмущены тем, что получают меньше, чем их коллеги, вышедшие на пенсию раньше. Они недоумевают, почему ветеранов силовых структур разделили, и базовая пенсия, выплачиваемая всем гражданам страны, обошла их стороной. Мы все решали те же задачи и выполняли те же приказы руководства, что и сотрудники, ушедшие на пенсию до 2016 года. На данный момент самым главным наболевшим вопросом для всех пенсионеров силовых структур – это предоставление права на получение выплаты нам государственной базовой пенсии. Пенсионерам, вышедшие на пенсию после 1 января 2016 года. Разница в размере пенсии тех, кто вышел до и после 2016 года почти в два раза, заявили собравшиеся. Сегодня некоторые из них получают лишь 72 тысячи тенге. Мы получаем на 50% меньше. В чем здесь разница, непонятно. Например, со мной человек служил, не буду я называть его имя здесь в эфире, он с 1966 года раньше меня на пенсию ушел. Мы вместе одним приказом призывались. Он ушел давно уже на пенсию, он получает полную базу. Собравшиеся заявили, что с просьбой решения этого вопроса неоднократно обращались в МВД, Министерство обороны, Министерство труда и социальной защиты. Но проблема так и осталась. Кроме того, митингующие потребовали дать возможность снять пенсионные накопления с их счетов. Дать возможность полностью снятия свои пенсионные накопления, которые находятся на наших пенсионных счетах из ИНПФ без каких-либо ограничений. Так как мы уже являемся полноценными пенсионерами и вышли из накопительной системы. Мы хотим эти пенсионные накопления изъять и направить на повседневные семейные нужды, в том числе на приобретение жилья, погашение кредитов. Стоит отметить, что это уже не первое выступление собравшихся. Подобные требования митингующие предъявляли ранее. Но вопрос так и остался нерешенным. Марина Горбук, Нруан Кунашев, Асубе Кобекенов, ТДК-42. Четыре человека погибли в жутком ДТП в Атарауск области. Трагедия произошла 28 февраля в 7 часов 55 минут на 492-м километре автодороги Актубе-Атарау-Астрахань. Как стало известно, водитель автомобиля марки «Тойота Ипсум» не справился с рулевым управлением, выехал на встречную полосу движения и столкнулся с грузовиком. В результате столкновения от травм, несовместимых с жизнью, скончались четыре человека. В результате ДТП три человека с различными телесными повреждениями доставлены в Макатскую районную больницу. В настоящее время состояние двух пострадавших тяжелое, состояние одного гражданина стабильное. В Казахстане запущен новый реестр государственной системы измерения. В обновленной базе представлена информация с 1993 года по сегодняшний день. Например, эталоны единиц величин, средства измерений, прошедшие метрологическую аттестацию, утвержденные типы стандартных образцов, поверители средств измерения и другие. Об этом сообщил Комитет технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции. С сегодняшнего дня Комитет технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан извещает о запуске нового реестра государственной системы измерений с актуальными данными по всем разделам реестра ГСИ. Если какие-то вопросы возникнут по реестрам, вы можете обратиться в Комитет технического регулирования, а также в подведомственную организацию РГП Казахстанский институт стандартизации и метрологии. Команда уральских школьников и студентов завоевала гран-при на чемпионате по робототехнике в Астане. В соревнованиях приняли участие 150 команд с разных уголков республики. Победители говорят, что все соперники были достойны, а чемпионат прошел на высоком уровне. Чемпионов на перроне вокзала встречали родные, близкие им люди и наши корреспонденты. На железнодорожном вокзале встретили призеров чемпионата по робототехнике. Соревнования среди школьников проходили в столице. Уральские ученики показали отличный результат и привезли главную награду чемпионата. По словам родных, ребята усердно готовились и достойно представили свой город. Мы встречаем моего братишку, вот с родителями все приехали встречать. Это очень большая радость. Они выиграли гран-при на робототехнике. Вообще не ожидали, если честно, это уже республиканский уровень. Они очень долго готовились. Я помню, братишка очень поздно, в 10, в 11 домой приезжал. Очень приятно, вообще такое волнение, то, что труд оцененных, то, что дети так старались. Чемпионат, направленный на популяризацию робототехники, программирование и технических специальностей, длился три дня. В нем приняли участие 150 команд со всей республики. По словам участника соревнований Алислама Курмангалиева, победа в чемпионате – это результат кропотливой работы всей команды. Мы участвовали на First League Challenge. Там были 80 команд. Среди 80 команд по категории Social Media Challenge мы стали чемпионами. Вот наш кубок. Соревнования проводились три дня. Нам было очень тяжело. Мы каждый день готовились. Эти три дня были самыми незабываемыми. Вот и кубок в Уральске. Стоит отметить, что юные уральские таланты в будущем отправятся на международные соревнования и продолжат разрабатывать новые проекты. Альбина Каленова, Олег Писаренко, Александр Грабарев, ТДК-42. Это были все новости к этому часу. Смотрите нас в социальных сетях и на сайте tdk42.kz. Спасибо за внимание. До встречи в следующих выпусках. Субтитры сделал DimaTorzok Добро пожаловать за покупками. Ждем вас ежедневно с 9 до 21 часа.